Подать заявление в МФЦ или в электронном формате и дождаться автоматического распределения. У Дины Ягурановой трое сыновей. Старший ходит в школу, средний в садик, а младшего родителя собираются отдать в ясли. Чтобы увидеть, как проходит процедура распределения детей, Дина вошла в состав комиссии, как представитель родительской общественности, и приняла участие в первом заседании по распределению свободных мест в детских садах Самары на новый учебный год. Конечно, это очень важно родителям понимать, как проходит комплектование и для чего это вообще нужно. И сейчас мы понимаем, что все автоматизировано, что все чисто, аккуратно, правильно, как положено. Наверное, так и должно быть. Во время процедуры распределения учитываются несколько факторов. Дата регистрации в электронном реестре, наличие у родителей права на внеочередное и первоочередное предоставление места, возраст ребенка и специализация группы, на которую дети претендуют. Родители пишут, в какой сад они хотят, они выбирают из списка корпус или само образовательное учреждение из списка. Бывает, что одно учреждение в разных корпусах находится, то есть по адресу определяют место и выбирают приоритетным до пяти. То есть пять возможностей есть и будет распределение, соответственно, начиная с первого, с основного, приоритетного детского сада. Вот система сейчас этим и занимается. По итогам автоматизированного распределения места в дошкольных учреждениях получили 10 750 детей, причем 5094 ребенка из них – это малыши в возрасте до трех лет. Теперь родителям необходимо в течение 10 рабочих дней принять решение остаться в предложенном детском саду, и тогда необходимо прийти туда и написать письменное согласие, либо отказаться и написать заявление в МФЦ, чтобы ребенок смог остаться в базе и участвовал в дальнейших автоматических распределениях. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События.